В предыдущей серии «Пути бомжа» Илья Кузнецов стал охотником и начал зарабатывать на продаже шкур животных. Это оказалось очень интересное, но в то же время сложная работа, поэтому он принял решение продолжить зарабатывать на кладоискатели. И к концу шестой серии у него уже было 100 тысяч рублей. Всё интереснее и интереснее. Ставь лайк и быстрее увидишь продолжение. Эй, йоу, всем привет, с вами я, Рома, и это уже седьмая серия рубрики «Путь бомжа», ребятки. В этой рубрике мы с абсолютного нуля с вами пытаемся достичь высот на Блэк Раше. Кто ещё не смотрел первые серии этой рубрики, обязательно прямо сейчас кликайте по подсказке. Ну а те, кто продолжает смотреть, желаю вам приятного просмотра, запасайтесь вкусняшками, и мы начинаем. Не будем тянуть, погнали! Капец он опасный, вы посмотрите на этого альфа-самса с оружием и крутой Бэхой, ребятки. Мы по-прежнему с вами спавнимся у дома семьи Вилсон Тим, с моей Бэхой, ребятки. Точнее с Бэхой Ильи, но не суть у нас на карманчике с вами 100 тысяч рублей. И у нас осталась ещё одна очень интересная, незатронутая работа на третьем уровне. Это рыбалка, ребятки. Мы на неё не будем уделять всё время этого видеоролика. Просто мы сейчас съездим, посмотрим что да как, купим всякие ништяки в 24 на 7. И непосредственно проверим на заработок эту работу. Но сразу вам хочу сказать, что это не очень прям такой заработок. По моему личному опыту, насколько я помню. Но ничего, сейчас с вами всё это посмотрим. Давайте же садимся в нашу Бэху. И для начала давайте отправимся в ближайший 24 на 7. И купим всё самое необходимое для этой работы. Кстати, хочу выразить огромный респект тем, кто давал мне советы по работе охотника, ребятки. Теперь я понял, что мне обязательно нужна сумка, пустой инвентарь. Ну и сумка, конечно же, в придачу. Как вы поняли, также мне нужно выучить некие маршруты, чтобы рубить деньги. Ну и, конечно, прокачивать уровень, чтобы лучше на этой работе непосредственно зарабатывать. Ну а сейчас мы прибыли в 24 на 7. И здесь нам нужно купить удочку за 400 рублей. Также снасти, конечно же, за 400 рублей. Да и, в принципе-то, у нас вроде как всё. Я только что зашёл, кстати, в Блэк Пасс. Давайте сразу же выполним задание из него. Также у нас тут нужно купить также снасти. Они, к сожалению, не зачлись в первый раз. Так что, ребятки, вот так вот это всё дело происходит. Также давайте масочки выкинем из инвентаря, чтобы я смог их элементарно купить и выполнить эти задания. Почему бы и нет, пока мы с вами в 24 на 7 не будем зря тратить время. А просто возьмём, выполним несколько заданий, подзаработаем деньжат и будет просто прекрасно. Также сейчас заправим немножечко нашу тачку. Потому что у нас есть такое задание непосредственно, конечно же, в нашем с вами Блэк Пассе. И давайте где-нибудь 10 литров заправим. Мне, в принципе, должно хватить. Так, всё. И, ребятки, задание я выполнил. Люби саночки возить. Прекрасно. Теперь давайте зайдём и заберём все награды, которые мы с вами смогли только что выполнить. Так, подарок невести. Косарик у нас тут падает. Ещё полтора косарика падает на карманчик. И ещё 800 рублей. Ну и, конечно же, за это задание, то, что мы заправили тачку, целых 3000 рублей. Ничего, в принципе, так очень даже круто. Немножечко подфармили. 1600-17 где-то. И теперь можем уже смело забивать в GPS некоторую такую очень интересную работу, которая называется, конечно же, рыбалка. Вот, ближайшее место для рыбалки. И погнали туда. Да, кстати, находится она тут очень-очень близко. Я вон даже уже вижу этот маркер. Вот, мы с вами немножечко прям проехали. Всё, давайте припаркуем вот так вот нашу тачку. И уже подойдём сюда. Так, тут бы вообще не навернуться для начала. Так вот, место для рыбалки. Вы действительно хотите порыбачить для рыболовли? Вам необходима удочка. Её можно приобрести в 24 на 7. Наживка. Так, для продажи рыбы отправляйтесь в ближайшую закусочную. Так, всё, нажимаем «Да». И удочка закидывается. Это значит, что мы с вами всё правильно купили и всё просто замечательно. Рыба под названием «Щука сорвалась» и съела наживку. Вот же она гадина. Давайте ещё раз попробуем. Вы успешным образом поймали камбулу весом 2 килограмма. Отлично, отлично, ребятки. Давайте с вами же порыбачим как можно больше, забьём, так сказать, инвентарь до максимума. И уже отправимся, найдём какой-нибудь 24 на 7. И посмотрим, насколько прибыльная вообще эта работа. Но сразу хочу вам сказать, что тут главная трудность заключается именно в том, чтобы сбыть вообще эту рыбу. Потому что когда я в прошлый раз работал на этой работе, это было ещё очень-очень давно, то есть я не мог просто сбыть никуда, ни в какую закусочную эту рыбу. Потому что где-то не было продуктов, где-то был полный склад, где-то ещё что-то. В общем, постоянно какие-то заморочки. И это абсолютно-абсолютно сложная тема. Я, кстати, выполнил задание рыбак, уже неплохо, то есть мы с этого что-то с вами всё-таки сегодня дозаработаем. В общем, я уже что-то там наловил за минут 12-13 где-то. И давайте сейчас попробуем подбежать к ближайшей закусочной. Она находится, надеюсь, где-то здесь. Тачку у меня, конечно же, эвакуировали спустя 10 минут, так что, в принципе, придётся бежать пешком. Да, вот как раз-таки тут же на АЗС-очке у нас находится, на Егоровке, так сказать. Так, меня сбил какой-то дальнобойщик, огромное тебе спасибо. Так, вот, в принципе, здесь мы попробуем с вами сдать как раз-таки рыбу. Но я уверен почему-то, что здесь её не получится сдать, тупо из-за того, что тут все это делают. Так, тут у нас не то. Получается, нам нужно вот сюда сдача рыбы. Вот, смотрите, начинаем. Так, сколько килограммов? 4. И что, всего 200 рублей? Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим, сколько я всего заработаю. Смотрите, у меня вообще не мало рыбы. То есть, у меня вполне отлично много рыбы. И за 1 килограмм мы всего с вами 25 рублей получаем. Господи, что это за, блин, работа-то такая? 100 рублей. Получается, мы с вами заработали сейчас только 325 рублей. Так, ещё 140. Ну, в общем, работа полная фигня, как вы понимаете. Я, блин, работал около 12 минут, и платить даже меньше тысячи, это просто бред. На каком-то заводе или шахте с первого уровня вы заработаете в разы просто больше и круче. Так что, ребятки, эта работа полная херь, как я считаю. Ну, только если вы выполняете вместе с ней просто Блэк Пасс. То есть, там вы буквально 5 рыб ловите, и Блэк Пасс выполняется. Забираете 2-3 тысячи. Ну, и таким образом прокачиваетесь в самом Блэк Пассе. То есть, это очень-очень удобно. Так, всё, мы всю рыбу с вами продали. Получили около косаря, наверное, если не меньше. Это просто смешные какие-то деньги. И сейчас я, ребятки, предлагаю вам пройти дальше Блэк Пасс. Задания, которые остались. То есть, посетить некоторые, так сказать, тут здания. Например, банк там. Ещё, допустим, там казино и тому подобное. Там поработать на шахте, если такие есть. Кладоискатель повыполнять. И прочие-прочие вот такие всякие задания. Как раз нам до второго уровня Блэк Пасса осталось буквально 250 очков. И нам дадут, смотрите, 15 тысяч рублей за этот уровень. Так что, это очень даже стоит сейчас всё выполнить. Посещаем банк. Точно так же залетаем в правительство. И ещё плюс одно задание. Теперь я, наконец-то, могу выполнять задание. Боя готов. Собственно, вот так вот 10 патрончиков мы берём с вами за 600 рублей. И выполняем это задание. Оно очень-очень крутое. И за него, в принципе, дают очень крутые плюшки. Здорово. Пантелеевич, здорово, братан. Так, всё, берём у тебя задание. Сейчас нам нужно 5 кладов также найти, чтобы выполнить ещё одно задание. Надеюсь, уже последнее из Блэк Пасса. О, Пейдэйчик прилетел. Замечательно. Я, конечно, всё понимаю, но... Чё это за нахрен? У меня полностью зависла игра. И такое, если честно, именно на съёмках у меня впервые придётся по-любому перезаходить. Потому что я тупо ничего не могу сделать. Спасибо. Всё, это задание я тоже выполнил. У меня уже 125 тысяч из-за того, что я, конечно же, поработал на этой суперприбыльной работе. Целых 17 тысяч, кстати, дали. Очень неплохо. Всё, забираем эти награды как раз-таки. Так, собственно, тут забрали. Теперь ещё очень много квестов здесь. Так. И последнее. Забираем. И сейчас, ребятки, у нас будет второй уровень. Всё, отлично. Мы с вами прокачали второй уровень. Давайте зайдём в Блэк Пасс. Всё, нам 15 тысяч выдалось, по идее. Так, мы вроде всё с вами забрали. И 137 тысяч, просто так вот, ничего особо-то и не делая, мы с вами получили. А это очень-очень даже хорошо. Сейчас же я прибыл в правительство, так как у меня, вы знаете, уже четвёртый уровень в прошлой серии исполнился. Я могу теперь устроиться на работу автомеханика и её заценить. Давайте же посмотрим, сколько она нам сможет принести. И действительно ли она какая-то прибыльная, или это полное просто фуфло, которое ничего не приносит. Заходим в GPS, основные работы. И здесь у нас есть база автомехаников. И отправляемся туда. Находится она у нас в Арзамасе, не очень-то и далеко. Так что, думаю, доедем достаточно быстро. Интересный вот такой вот тут заезд. Вот так вот мы под этими колоннами подъезжаем. И, в принципе, можно уже тачку оставлять. Встаём на пикап, примерно как на работе автобусников. И можем взять в аренду вот такую вот тачку. Также мы можем на неё каким-то образом повесить топливо, чтобы заправлять других водителей. Давайте зайдём в Slash MM. Здесь есть у нас список команд. И у нас есть тут непосредственная работа. Так вот, Slash Get Fuel, покупка топлива на АЗС для того, чтобы заправлять других. Slash Fint работники, заправка авто Slash Full и Repair починить авто. Теперь мы с вами должны выдвинуться на какую-нибудь мясную такую точечку, где любят все буквально ломаться. Это у нас, к примеру, вот как раз-таки вот это место, вот этот мост, ребятки. Где мы можем с вами встать возле поста. Там стоит очень много автомехаников. Давайте же попробуем там что-то уже дозаработать и посмотрим вообще прибыльно это или нет. Тут уже и так стоит целых три механика. Просто дичь, ребятки. Какая же тут дикая конкуренция. Давайте встанем вон туда подальше к посту. И здесь, я думаю, мы сможем найти своих клиентов. Тех, которые пролетали и здесь вот что-то врезались. Думаю, будет очень даже прикольно и очень-очень даже прибыльно. Смотрите, Челик просит его починить за непосредственно 500 рублей. Давайте гоу. Напишем репайр. 500. Так, репайр. Нет, 366. И непосредственно пишем 500. Так, я предлагаю починить. Все, мы ему сделали ремонт и заработали уже буквально за несколько секунд 500 рублей. Все, починили Челика и он довольный уехал. Так, он за тысячу хочет. Давайте, в принципе, я не думал, что так попрет эта работа. Так, 475. Чиним за тысячу. Все, предлагаем. Отлично. Два клиента, два клиента. Полторы тысячи рублей. Постоим еще здесь. Надеюсь, найду своих клиентов. Как видите, тут место очень даже прибыльное. Еще одного клиента обслужил. Только я ему что-то ценник маленький сделал для такой-то тачки. Всего 920 рублей. Но я его недопонял. Он хотел написать 2 920, но ничего страшного. Но, подумаешь, потеряли 2000 рублей. Это, хотя, на самом деле, очень жестко. Я выбрал вот такое место теперь для стоянки. Здесь никого больше нету. Механики куда-то все разъехались. Так, и ко мне подъехал еще один Челик. Тут место-то будет помяснее, так сказать, в принципе. И давайте будем, в принципе, их чинить. Я починил еще одного за тысячу. Вот как оно сразу пошло. Так, 636. Давайте ему тоже за тысячу кинем. Но он не согласился. Ну, в принципе, и ладно. Так, кидаем Субарику за полторашечку. Так, отказался. Ну, давай за тысячу попробуем. Даже за тысячу не согласился. Вот же, блин, жмот просто. Я тут работаю, значит. Себе на хлеб зарабатываю. А он даже на тысячу не соглашается. Так, попробуем Мэрин за косарик. Так, за сотку, конечно, я никого из вас не буду. Ну, ладно, пофиг. Давайте даже его починим за соточку. Чтобы он, в принципе, хоть какую-то нам прибыль принес. Потому что, в ином случае, он будет непосредственно не соглашаться, как вы понимаете. Так, почини за 61. Да нет, конечно, это вообще очень-очень мало. Ладно, давайте им кинем за 61. Это просто какие-то лоу цены. Прям очень маленькие. Так. Ну, тут вообще, посмотрите, как на меня клиенты нападают. Просто так. Ну-ка, ну-ка. 85-й. Давайте 85-го мы починим с вами за тысячу. Всё, за тысячу починили. Отлично. Так, дальше 603-я иди. Я как будто на стриме, ребятки. Попробуем за косарик его тоже починить. Ещё один косарик. Отлично. Ребятки, слушайте, я, честно говоря, ожидал меньше от этой работы. Но если вы стоите, то есть здесь, в самом рыбном месте, и тут никого нету, у вас конкурентов, и вы ведёте себя как бы адекватно, то есть смотрите, в принципе, всё идёт просто офигительно. Гуд. И тачки частенько просят починить. Ещё один клиент, предлагаем ему за тысячу, как обычно. Так, ну давай, ладно, за 500 тебе кинем. Не соглашается. Чини за 300, окей, бро, окей. Так, ещё косарик прилетел. Ещё 250 рублей. И ещё 500 рублей. Просто они идут в очередь, даже встают, ребятки. Тут просто невероятный актив. Мне прям зашла эта работа очень даже круто. Я не знаю, ребятки, что даже сказать. Ещё косарик вот так прилетает. Кстати, тут ещё есть вызовы. Но на них я не хочу ехать, потому что мне и тут очень хорошо живётся, если честно. Ещё 700. Ну вот чё за неадекваты? Чё вы делаете, ребят? Я их отказался, в общем, ценить за соточку, и они начали жёстко просто бить мою тачку. Так, давайте тогда, в принципе, к админам-то и обратимся. Я потненько потираю руки и жду, пока же их, наконец-таки, отправят куда-нибудь в призончик. Мне ответили, что следят за игроком, и чё-то сразу все они посваливали. Да, закон по области прям работает. Тут подъехал ещё один механик, и я думаю, самое время завязывать с этой работой. Давайте же выйдем из этого поломанного какими-то идиотами Мэрина, вот этого нашего рабочего. И посмотрим, сколько мне удалось заработать. Но я и так вижу, что примерно где-то около 10 тысяч рублей, и это около 15-17 минут я на это потратил. Что ж, очень даже неплохо, как я считаю, но и не очень даже круто. В принципе, стабильная такая хорошая работа, если вы стоите именно на таком хорошеньком мясном таком месте, ребят. Пока я ловлю попутку, хочу позвать тебя играть вместе со мной на Блэк Раше. Я играю именно на сервере Индиго. Залетай и играю именно со мной сюда. Если ты ещё не знаешь, как скачать игру, то спускайся по ссылочке в описании. Просто переходи и скачивай. Установка буквально 10 минут. Залетай сразу же на Индиго. Там играю именно я. И можешь ввести при регистрации мой ник Роман Виндетта. И мой топовый промокод хэштег Виндетта. Всё это даст тебе 15 тысяч рублей на втором уровне. И в принципе, если ты также ведёшь мою фамилию в свой ник Виндетта, то я лично от себя при встрече тебе дам 100 тысяч рублей. Так что дерзай. Ну а я продолжу ловить попутный транспорт, чтобы добраться до дома. Фух. Я наконец-таки добрался. После, конечно же, всех наших сегодняшних работ. Наш Илья очень устал. И ему пришло время отдохнуть. А это значит, что седьмая серия этой рубрики подходит к концу. Всем огромное спасибо, кто её досмотрел до конца. 700 лайков, ребятки. Я сразу же выпускаю новую восьмую серию. Также не забывай подписываться на канал с колокольчиком, чтобы не пропустить будущие серии этой топовой рубрики. Напиши в комментариях, как тебе эти работы. Может быть, ты знаешь какие-то лайфхаки, связанные с рыбалкой или с автомехаником. В принципе, будет очень интересно почитать. Стараюсь отвечать на все комментарии. Также я с вами не прощаюсь, потому что вы можете посмотреть кучу интересных роликов конечной заставки. Это и предыдущие видео этой рубрики и будущие. Так что обязательно смотри их. Встретимся там. Я с тобой не прощаюсь и желаю тебе лишь удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...